Здравствуйте, Ахмад Махудинович. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам на программу. 7 октября профсоюзы проводят акцию. Мне бы хотелось узнать подробности, на что направлена эта акция и какие мероприятия в республике проходят. Ну, первое, наверное, я введу в курс нашу общественность. Многие могут и не знать. Есть международная конфедерация профсоюзов. Международная. Это всемирная. Она, там же является членом этой организации, является и наш профсоюз, имеется в виду ФНПР. Федерация независимых профсоюзов России. И в 2007 году на заседании, очередном заседании, было принято решение, что со следующего года, то есть с 2008 года, определить одну дату, чтобы был всемирный день единых действий. И эту дату обозначили как 7 октября. И вот с тех пор, с 2008 года, эти акции проходят регулярно. Раньше они проходили в виде митингов, в виде таких небольших шествий. В последнее время, за эти последние несколько лет, ну, принято решение, что лучше будет, если без больших этих вопросов, связанных с собиранием людей. И приняли решение, что наиболее оптимальным вариантом является заседание трехсторонней комиссии. Она предусматривает правительство в этой комиссии, общество предпринимателей и профсоюз. Вот трехсторонняя комиссия. Вот на этой комиссии мы вынесли свои несколько вопросов. И завтра, 4-го, в преддверии 7-го числа, согласовали эту дату с правительством, завтра, 4-го числа, будет заседание этой комиссии, где будут обсуждать эти вопросы. Ну, они приурочены, безусловно, к 7-му октября, к всемирному дню. На что направлена эта акция? Как и вся работа профсоюза на улучшение условий труда, на повышение заработной платы. А вот в этом году она звучит так. За достойный труд. За достойный труд. И именно достойный труд – это благополучие семьи. Это очень важно. Поэтому, видимо, скорее всего, здесь сыграло свою роль и то, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорил об этом, что надо серьезно обратить внимание на положение семьи, улучшение, демографические показатели улучшить. Ну и, естественно, и профсоюзы откликнулись на это. И мы вот с этого года начинаем и эту работу. Ахмад Махудинович, хотелось бы узнать о первоочередных задачах вашей профсоюзной организации. Первое, и, наверное, оно же и основное – это условия труда и заработная плата. Если вот эти две составляющие работы здравоохранения будут на уровне, вся остальная работа здравоохранения, я думаю, будет… Почему не хватает специалистов? Потому что зарплаты низкие. Почему люди едут работать, отсюда едут работать в Москву, в Ленинград? Потому что там зарплаты выше. А наши зарплаты, ну, тяжело содержать семью. Да, кто-то может, он зарабатывает, какие-то специальности. В основном, те зарплаты, которые дают нашим медработникам, их явно недостаточно, чтобы на современном этапе нашей жизни нормально содержать семьи. Поэтому люди видят, и постепенно уезжают, и там устраиваются нормально, работают, квартиры покупают на зарплату. Вот. А у нас, к сожалению, на местах не только, наверное, здравоохранения, но и другие отрасли зарабатывают не те деньги, чтобы можно было так свободно. Я имею в виду бюджетную сферу. Все остальное – это уже вопрос такой. Кто сколько сможет заработать? А в бюджетной сфере четко выверено. Зарплата столько, и в этой зарплате процент оклада столько, и лево, право, там же нету. Ну, симулирующие-то крайне, их мало уже, потому что в связи со сложностями заработной платы, я имею в виду фонда заработной платы, фонда оплаты труда, часть компенсирующих уходит в окладную часть. Вместо того, чтобы окладную отдельно поднимать, за счет вот этой симулирующей части перекидывают сюда, чтобы окладную часть увеличить. Хотя, вот последнее выступление ранней весной президента Российской Федерации, оно звучало так. Поднять оклад бюджетников, в частности здравоохранения, чтобы оклад был 50% от общего объема заработной платы. 50%. А дальше идет компенсационные за вредности, за особые условия труда, и плюс симулирующие. Это премии, допустим, за категории и так далее, и так далее. Но, в связи с тем, что такой объем финансирования сложно, видимо, изыскать, аккуратненько вот с этой симулирующей части закрывают вопрос, который называется оклад, повышение оклада. Но, на сегодняшний день окончательно сказать об этом мы не можем, я имею в виду наш профсоюз, потому что еще не принято постановление Карачаево-Черкесского правительства нашего по этому вопросу. Российская Федерация приняла постановление правительства 343. 343-е постановление, по которому там как раз и написано 50%. То есть, оно продублировало поручение президента. И вот мы, мы еще не получили этот документ, он еще в работе. Профсоюз в чем видит выход? Какой видит выход? Только один. Нельзя трогать эти минимальные симулирующие, компенсационные, тем более нельзя трогать. Они и так у нас низкие, их так срезали, так ужали. То, что, допустим, работник, медицинский работник, который работал в сельской местности, он получал 25% сельских. Сейчас срезали до 8%. Ну, это так резко, жестко нельзя было делать. И, естественно, туда идет оттоп. Как вы считаете, на нынешнем этапе профсоюзная организация нуждается ли в каком-то качественном изменении? Здесь все зависит от того, как воспринимают профсоюз. Профсоюз воспринимает, все зависит от руководителя лечебного учреждения. Если он это воспринимает, так сказать, в негативном свете, естественно, нам работать гораздо сложнее. Но если есть очень много главных врачей, которые идут на сотрудничество, и вот в этой ситуации, безусловно, условия работы, условия оплаты труда в лечебных учреждениях отличаются. Есть такие лечебные учреждения, где главные врачи очень хорошо относятся и даже из внутренних резервов изыскивают так, чтобы люди могли получать те же стимулирующие выплаты. Ахмад Макудинович, я, наверное, ничего нового не скажу, но очень многие люди сейчас считают, что профсоюзы изжили себя, что у них нет этой былой силы. И почему люди так неохотно сейчас вступают в профсоюзы? С чем это связано? Ну, во-первых, в самом начале нашего капиталического пути, после 1991 года, из профсоюза у профсоюза забрали соц, страх, забрали, в основном забрали огромное количество санаторно-курортной помощи, и профсоюз потерял статус как бы такого общего, общего, ну, я бы не сказал государственного, мы наравне и с партией, профсоюз вместе с партией одинаково шли, и все люди, работники были в профсоюзе. А после того, как был издан новый закон о профессиональных союзах, это не только мы, а во всех общественных организациях, союзах, то там было сказано пожелание. И даже такой очень важный вопрос, который, я считаю, что он очень важен, условия труда, условия охраны труда, там обязательно должна быть вторая сторона. А этот закон говорит, профсоюз может быть, может не быть. Вместо него могут быть несколько человек собраться и подписать какую-нибудь бумагу. А кто гарантирует, что эти несколько человек не его люди, не люди этого руководителя. Вот если бы была обязательность, что пусть не наш профсоюз, другая какая-то, но постоянно действующая организация в этом лечебном учреждении, если она имела право обязательно подписание и главный врач обязан был бы по закону подписать это, совсем другой эффект был бы именно для сотрудников. Но, к сожалению, на сегодня этого нет. Поэтому люди, мы очень тяжело доказываем им, что лучше вступить в профсоюз, для того, чтобы все вместе могли бороться с этими нарушениями. А нарушение идет, потому что финансирование слабое. Главные врачи я тоже иногда понимаю, им сложно бывает, когда нет денег, а надо выполнить все, что требует закон. Закон не только профсоюз, закон, трудовой кодекс, все требования, которые по труду. И, например, очень много вопросов у нас возникает по специальной оценке условий труда. Есть большой закон, на основании которого все лечебные учреждения проходят специальную оценку труда, по которому, если есть вредности, то компенсационные выплаты положены. Если их нет, значит компенсационные не положены. Что должен делать руководитель? Неважно, бюджетное учреждение или частное, он будет стараться, чтобы как можно меньше в этой экспертной оценки было вредности. А это каким образом достичь, это уже другая история. Несмотря на то, что профсоюзы не имеют ту силу, в чем все-таки сила профсоюза? Только в единстве. Если первичная организация будет едина, а у нас, знаете, у нас ментальность такая, вообще в республике интересная ментальность у нас есть руководитель, и вокруг него какая-то образуется все равно близкая группа. Как бы там ни было, это жизнь. Часть из этих близких может оказаться в профсоюзе. И он, естественно, ведет эту линию. Ментальность вот такого, а вот он мой родственник, а вот я не хочу там ввязываться. На самом деле, если профсоюз будет требовать свое, и главный врач будет с ними сотрудничать, стопроцентная гарантия, что он не нарушит закон. По большому счету, профсоюз это гарантия, что главные врачи, руководители учреждений не нарушат законодательство по труду. здесь просто надо понять это. Это не так сложно. Ахман Махудинович, я еще раз благодарю вас за такое нужное, полезное интервью. И хочется пожелать всем людям, которые работают, которые приносят пользу обществу, чтобы их труд был оплачен по достоинству. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю за интервью. Спасибо вам. Спасибо.